Приветствую вас! Мне, конечно, импонирует ответ Кудрящёва Игоря Леонидовича, который, в общем-то, довольно лаконично и чётко, как всегда, дал вам ответ на ваш вопрос или рекомендацию на возможную проблему, не импонирует его ответ, но, тем не менее, я думаю, что повторяться не буду, вот, поэтому давайте посмотрим так. Вы говорите, что ваш сын не хочет работать и ненавидит вас. Значит, ненависть это следствие у детей, ненависть к родителям, это следствие разочарования, значит, в них и осознания невозможности добиться признания и любви родителей. Вот, и, собственно, ну, реакция на непонимание родителям своих проблем, это ненависть. То есть следствие, значит, это такая реакция, когда человек, как бы, говорит, что вот, мне ты не достался, да, то есть я не мог добиться, добиться любви. Ну, и, собственно, я хочу уничтожить объект, и он вообще никому никак не достался. Это такая вот конечная, конечная цель ненависти, вот, она, как правило, к сожалению, всегда имеет место быть. Далее, значит, если у ребенка, у вашего сына, у вашего ребенка есть такая вот парадигма, есть такое отношение, значит, у вас было непонимание между вами. Ну, и, соответственно, нужно постараться понять, в чем это непонимание было, в чем вы своего ребенка не понимали, в чем вы его отталкивали, где вы его не слушали, как, когда. И именно менять свое поведение, он менять, начинать его слушать, и стараться исправить что-то, если вы хотите наладить с ним взаимопонимание. Настолько, насколько это возможно, конечно, вот, ну, с учетом того, что мы с вами вот именно сейчас имеем, да. Далее, значит, ребенок не хочет работать. Ну, здесь опять же, момент какой, не хочет работать, почему? Потому что не видит, вот, не видит в этом необходимости. А не видит он в этом необходимости, почему? Потому что вы не смогли ему привить этого, этой необходимости. А что вы смогли ему привить? привить? Какие ценности вы смогли ему привить? Понимаете? И, соответственно, какие ценности вы смогли ему привить и какие ценности из тех, что у него есть, являются, ну, например, скажем, деструктивными. Я думаю, что это нужно выявлять и далее, используя принцип жесткой любви, как вам сказал опять же мой коллега, используя принцип жесткой любви, эти его ценности менять и установки. Показывая, тем самым, показывая, что они абсолютно деструктивны. То есть, с одной стороны, это умолаживание духовной связи и понимание мотивов причин, причин поведения вашего сына, а с другой стороны, это как раз-таки корректировка своего поведения, чтобы сын нашел, понял, что определенным образом вести себя нельзя. Чтобы было взаимопонимание, нужно, чтобы была мотивация, это взаимопонимание налаживать. Чтобы было взаимопонимание, нужно, чтобы было что-то общее. Чтобы было взаимопонимание, нужно, чтобы вы умели договариваться. Давайте. Договор. Вот что важно. Умение договариваться с вашим сыном. А для того, чтобы договариваться, опять же, у людей вновь должна быть мотивация, чтобы договариваться, нужно мотивация. Если мотивации нет, то зачем договариваться? Ну вот, например, зачем вашему сыну с вами договариваться, если он знает, что и так у него будет то, что ему, например, нужно. Вот. Спросите, значит, какой в этом смысл? Какой у него мотив с вами договариваться? А никакого. Не нужно ему с вами договариваться, договариваться, потому что он знает, что все, что ему нужно, он и так получше, получше. Ну и все. А смысл тогда договариваться? Понимаете? Вот. Так. Я думаю, что можно вам ответить на ваш вопрос. Дайте своему сыну мотив, мотив, сами договариваться, чтобы он понял, что ему это нужно, чтобы у него и выбора не было, особенно если он не хочет работать. Вот. Я думаю, так. Ну и нужно учитывать, что ваш сын взрослый уже, что его не так просто будет переделать, но скорректировать какие-то моменты поведения для того, чтобы ему в жизни было легче. Потому что то, что сейчас происходит, это полное отсутствие адаптации к самостоятельной жизни. То, что сейчас происходит, это, к сожалению, ни в какие ворота не лезет. А вот если вас не будет, как он будет жить? Вы и думали об этом? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!